Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «День» в студии Александра Лощиц. В начале выпуска о главных его темах. В Мытищах закрыт цех по производству опасной для жизни незамерзайки. Изменения финансирования работы скорой помощи не коснутся граждан. Продолжается ежегодный районный конкурс «Педагог года-2013». В Мытищинском районе в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Омыватель» сотрудниками полиции был обнаружен подпольный цех по производству стеклоомывающей незамерзающей жидкости с признаками содержания в ней ядовитого метилового спирта. На Осташковском шоссе был остановлен грузовой автомобиль. При осмотре в нем было обнаружено 4700 бутылей незамерзайки. Товарно-транспортные документы на перевозимую продукцию у водителя отсутствовали. При дальнейших оперативных мероприятиях установлено, что обнаруженная стеклоомывающая жидкость была изготовлена в деревне Юдина Мытищинского района в здании бывшего коровника. При обследовании помещения был обнаружен цех с линией по разливу незамерзайки, а также готовая продукция. Две цистерны, содержащих около 80 тонн спиртосодержащей жидкости, около 60 тонн разбавленного керосина, пластиковая тара и этикетки. Производством жидкости для мытья стекол занимались 50 нелегальных мигрантов из Средней Азии. Разливали незамерзающую жидкость в пятилитровые бутыли, наклеивали этикетки. При этом работники даже не представляли, насколько опасна эта жидкость. «Это что за жидкость такая?» «Да я не знаю». «Незамерзающая?» «Незамерзающая жидкость, там написано». «Голова не болит?» «Нет». «Нет?» «Ты знаешь, что это очень опасная жидкость?» «Не знаю». Кроме того, на территории производства обнаружена грузовая машина, в кузове которой находилось 200 пластиковых канистр с незамерзайкой, а также товарно-сопроводительные документы, в которых было указано, что данная продукция произведена в Москве. Водитель «Газели» признался, что и сам использует эту жидкость. «Сами пользуются и нет?» «Да». «Ну и как?» «Нормально». «Голова не болит?» «Нет». «Голова не слезятся?» «Не слезятся». «Лучше, чем эти, дорогие-то». «Лучше, чем вонючие?» «Да». «Намного». По оперативным данным установлено, что указанный подпольный цех работал около трех месяцев и разливал продукцию под заказ. Обычно в ночное время к цеху подъезжали грузовые автомашины, которые через два часа выезжали с готовой к продаже продукции. Сейчас незамерзайка распространяется на трассах и автомобильных рынках Московского региона и ближайших областей. В настоящее время образцы изъятой готовой продукции и спиртосодержащей жидкости направлены в спиртокриминалистический центр для установления в них ядовитых веществ. По данным фактам решается вопрос о возбуждении уголовного дела сразу по трем статьям. Задержанные гастарбайтеры доставлены в отдел полиции для установления личности. Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению владельца помещения, в котором осуществлялось незаконное производство стеклоомывающей незамерзающей жидкости и организаторов производства. Новость о том, что с 1 января у каждого, кто обращается за скорой медицинской помощью, должен быть при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования, вызвала тревогу у мутищенцев. Значит ли это, что оказавшись в критической ситуации, без документов человек останется один на один со своей проблемой? Об этом в сюжете Надежды Трифоновой. С 2013 года неотложка наряду с другими медицинскими учреждениями будет финансироваться из средств Фонда обязательного медицинского страхования. Поэтому 1 января врачи мутищенской станции скорой медицинской помощи получили новую инструкцию. Теперь в карте вызова они должны записать не только имя пациента и диагноз, к которому он обратился, но и данные, указанные в его паспорте и полисе обязательного медицинского страхования. Впоследствии информация о пациенте будет направлена в страховую компанию, которая оплатит медикам затраты и работу. Однако это не значит, что людям, оказавшимся в критической ситуации без документов или вовсе их не имеющим, скорая медицинская помощь оказываться не будет. Скорая помощь оказывает помощь нуждающимся людям в любом случае. Для таких пациентов предусмотрена строка в бюджете. Сумма в ней составляет 25% от той, что необходимо для жизнеобеспечения станции скорой медицинской помощи. Помимо зарплаты, это лекарственные препараты, это содержание зданий, это содержание автомобилей, это горюче-смазочные материалы. По словам Александра Симонова, гарантированная бюджетом сумма не очень большая. А следовательно, мы должны полностью все-таки собрать все данные по пациенту, которые потом передаются или создаются счета, счета-фактуры, по которым происходит оплата не человека, а оплата со стороны страховых компаний. Поэтому отныне мытищенцам лучше носить документы с собой. А тем, кто до сих пор не получил полис, придется найти время, чтобы обратиться в страховую компанию. Ведь недостаток денег у неотложки волей-неволей отразится и на пациентах. Надежда Трифонова, Александр Сапкин, информационная программа «День». О модернизации территории, прилегающей к районному дворцу молодежи, говорили руководители администрации Мытищенского района в рамках очередного строительного дня. Начальник районного управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Юлия Бакурова рассказала собравшимся о планах. Вместо бетонных плит, которыми еще в советские годы была вымощена площадка вокруг дворца молодежи, появится вело, скейтборд и роллер-трассы. Кроме того, здесь обустроят танцпол, летнее кафе, сквер, в котором можно будет поиграть в настольные игры, детскую и спортивную площадки, а также установят стену для росписи граффити. Разглядывая схему, составленную сотрудниками управления, глава района Виктор Азаров заметил, что в композицию было бы неплохо добавить небольшой фонтан или пруд. Водоем сделает парк еще более привлекательным. А в целом идея была одобрена. Теперь в Управлении по физической культуре, спорту и работе с молодежью займется составлением технического задания для проектировщиков. В городском поселении Пироговский прошло первое заседание Молодежного общественного совета, которое состоялось в форуме диалога. Участники делились планами, выбирали эмблему и решали организационные моменты. Наша съемочная группа следила за оригинальностью идей молодого коллектива. Первое рабочее заседание – как боевое крещение. Членам Молодежного общественного совета при главе городского поселения Пироговский нужно было не только представить себя, но и зарекомендовать перед собравшимися гостями. На совете присутствовал глава поселения Юрий Уланов, председатель Совета депутатов Сергей Бредун, заместитель главы начальника управления социальной политики Нина Шамагина, начальник районного отдела по делам несовершеннолетних Татьяна Бельмачева. В самом начале председатель Молодежного совета Алена Дергачева поделилась собравшимися своими наработками. Нам будет необходима какая-то экипировка, то есть или футболки это будут, или это будут значки, или это будут кепки, то есть чтобы мы могли выделиться, что мы организаторы. Но сначала нужно эмблему, конечно, чтобы утвердить. Остальные вопросы касались проведения в течение года ряда мероприятий, рассчитанных на молодых людей до 30 лет. Основное направление, по мнению Алены Дергачевой, должно носить спортивный и культурный характер. Я предлагаю этот праздник сделать масштабным. Первый за нашу историю. Каким масштабным? В моих мыслях это должно проводиться на нашем стадионе. У него большая территория, которая позволяет, и День молодежи приурочить к здоровому образу жизни. Самые активные члены совета по многим пунктам имели свое представление и вступили в диалог. Я за то, чтобы только они оповещались как-нибудь интересно и именно анонсировались. Потому что важно привлечь молодежь, зацепить на крючок. О том же они сами разберутся. Они, может, даже и понравятся. Если мы хотим работать с нашей молодежью, это не вот эти акции проводить. Это все ерунда. Почему? Потому что родители не работают с детьми. Были оригинальные предложения по созданию группы поддержки спортивных команд. Создание музыкальных коллективов модных современных направлений, например, хип-хопа. Коллективно было решено проводить акции накануне 9 мая и привлекать молодежь на уборку лесных массивов. В ходе заседания молодежного совета его участники заручились стопроцентной поддержкой главы Юрия Уланова. Я вас заверяю, что с Ниной Васильевной мы сделаем так, что все ваши вот эти мысли, они будут заложены в плане наших мероприятий, администрации городского поселения Пироговский. И даже, обещаю, в разумных пределах будут и денежные средства заложены. Насколько идеи и планы совета воплотятся в жизнь, покажет время. В школе номер 4 продолжился ежегодный районный конкурс профессионального мастерства «Педагог года-2013» в номинации «Учитель года». Ранее открытые уроки провели шесть преподавателей начальных классов. На этот раз в борьбу вступили учителя географии, физкультуры, английского и испанского языков. Учителя-предметники в этот день продемонстрировали свое профессиональное мастерство. Это Елена Пегова из лицея номер 2, Маргарита Супрун из гимназии 17 и два педагога из Ломоносовской школы – Оксана Ерченко и Сергей Ответчиков. Наша съемочная группа наблюдала за уроками учителей Ломоносовской школы. В этом году впервые участие в конкурсе принимают преподаватели из негосударственного образовательного учреждения. Каждому педагогу отводилось 30 минут, собственно, на урок и 10 минут на анализ проведенного занятия и ответы на вопросы жюри. Оксана Ерченко проводила занятия для пятиклассников. Для них это первый урок испанского языка. Дети изучают английский. У меня очень поразило, когда после урока дети подошли и спросили, а вы будете у нас работать? То есть это было приятно. То есть я донесла до детей о том, что можно изучать испанский язык, и это тоже интересно, как и другие иностранные языки. С уроком физкультуры Сергей Ответчиков также справился на отлично. Необычная разминка в начале занятия и азы техники игры в баскетбол. Этот вид спорта, по мнению педагога, является прекрасным средством развития физических качеств у детей с раннего возраста, формирование их осанки, укрепление здоровья. Кроме того, игра в баскетбол способствует развитию у детей таких качеств, как быстрота и объем зрительного восприятия, скорость переработки информации, развитие оперативного мышления и внимания. Второй тур, который включает в себя два конкурсных испытания, разговор с учащимися и беседу с родителями, определит победителя и обладателя звания «Учитель года-2013» в нашем районе. Марина Стахунина, Сергей Власов, информационная программа «День». В районном Дворце культуры Яуза шоу-группа «Гимназия» представила новую программу. В ее основе классические советские песни, знакомые с детства. В прошлое вместе со зрителями окунулся Сергей Берзин. Я забыла текст. Даже самые опытные артисты испытывают беспокойство перед выходом на сцену. Волнуются и участники поп-шоу-группы «Гимназия», хотя за их плечами не один десяток концертов. Впрочем, сколько лет коллективу с точностью не может сказать даже его руководитель Алексей Корнеп. Некоторые выпускники гимназии за эти годы стали профессиональными музыкантами, ведь шоу-группа – это в первую очередь школа молодых талантов. Основная задача нашего коллектива – прежде всего, чтобы человек знал себе цену, знал цену своему таланту, нашел свое место в жизни. Не обязательно это будет связано с музыкой. И все же сюда приходят в первую очередь петь, хорошо петь. Новая программа коллектива построена как воспоминания о советском детстве. Хорошая песня действительно не расстается с человеком. Каждое новое поколение открывает ее вновь. Сергей Берзин, Олег Степанов, информационная программа «День». После небольшого рекламного блога мы продолжим выпуск новостями спорта. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я давно хотел в своей квартире. Не думал, что меня могут обмануть. Я же не юрист, я не должен знать все законы. Соседок покупают. Я хотел зарегистрировать договор, но меня убедили, что и так все в порядке. Решила, была не была, блог выгорит. Ну да, обманутый дольщик. Товарищи. Принимай взрослые решения. Знай закон и стройся. Продолжается первенство Московской области по мини-баскетболу, в котором принимает участие 20 команд со всего Подмосковья. В соревнованиях принимают участие юношеские команды 4 возрастных категорий от 12 до 15 лет. В отличие от обычного баскетбола, мини предназначен именно для подростков. Облегченные мячи, небольшая высота колец. Дети только начинают играть. Это вот у нас второй год игры. И в основном правило, скажем, время игры уменьшено. Играем пятерками. То есть в возрастном баскетболе команды играют, одним составом могут играть, лучшие игроки. У нас играют пятерками по пять человек. Мы меняемся, только одного человека на замене по три минуты. Вот основное правило. Сейчас эти команды борются за попадание в финал четырех, который пройдет в апреле. Второй тур стартует в феврале. На сегодняшний день ни один участник не выбыл из соревнований, что добавляет интриги первенству. Стоит отметить, что у наших спортсменов есть все шансы на попадание в финал четырех. Поддержать воспитанников школы Олимпийского резерва по баскетболу может любой желающий. Матчи проходят по выходным в спортивном зале 31-й школы. Уважаемые телезрители, 24 января в четверг у нас в прямом эфире глава Мутищинского района Виктор Азаров и первый заместитель главы администрации городского поселения Мутищи Николай Бирюков. Тема встречи – 2013 год благоустройства и развитие дорожно-транспортной сети в Мутищинском районе. Начало в 20.00. Не пропустите. Такой была информационная картина дня. Смотрите нас не только в эфире, но и на нашем сайте www.tvmy.ru и будьте в курсе интересных событий нашего района. Всего доброго и до завтра. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok